Всем привет, с вами Дарья, и добро пожаловать в новое видео, и сегодня я хочу с вами поделиться теми вещами, с которыми вам придётся смириться, если вы станете кейпоп-тренией. И, в общем-то, это те вещи, с которыми спокойно себе живут все стажёры. Да, ещё больше подробностей из жизни стажёров от различных стажёров. Ну, а пока я буду рассказывать, конечно же, пишите в комментариях своё мнение обо всём этом. Ну, а я вас всех очень сильно люблю, мои зайки. Ну, а мы начинаем! Итак, первый момент, это, конечно же, договор о неразглашении. Если вы вдруг видите человека, который пытается вас убедить в том, что он действительно является стажёром, он действительно проходит стажировку в какой-то компании, и он вот-вот дебютирует как айдол, то можете отправлять его куда подальше погулять, просто потому что есть такая вещь, как договор о неразглашении. Это документ, который затыкает ротик всем стажёрам. Именно поэтому, являясь стажёрами, они никому ничего обычно не рассказывают. А если что-то и рассказывают, то они делают это суперанонимно, потому что если кто-то узнает, что это именно они, то им будет не очень хорошо. И да, именно по этой причине не стоит верить странным людям в интернете, говорящим, что они проходят стажировку в компаниях, особенно если это касается больших компаний. Потому что многим стажёрам, в принципе, запрещено рассказывать о том, что они являются стажёрами. И это ещё огромное количество вещей, которые нельзя говорить, потому что они могут узнавать секреты в компании. И поэтому эти секреты запрещено распространять. Следующий момент — это так называемая тренировка дружеских взаимоотношений между стажёрами. Так как стажёры всё-таки много времени проводят вместе, то им так или иначе приходится жить в мире и согласии. Если они не живут в мире и согласии, им обычно бывает очень и очень сложно. Далее идёт такой момент, как это то, что то, что вы стажёр, это не значит, что вы будете встречаться с айдолами, например. Это не значит, что вы будете постоянно видеть их, например, в компании ещё где-то. Нет, за всё время своей стажировки вы можете не встретить вообще ни одного айдола в той компании, в которой вы находитесь. И, собственно говоря, очень часто получается так, что стажёры, находясь в компании, ну, например, года три, они видели только там одного какого-то айдола и такие просто... Почему все думают, что стажёры встречаются с другими айдолами? Этого не происходит. Так что, если вам вдруг нравится какая-то группа, и вы хотите попасть в какую-то компанию именно из-за этой группы, то вы можете быть уверены на 90%, что вы никогда, если вы, конечно, не дебютируете, этих людей в реалии не встретите. То есть у вас появится шанс с ними познакомиться только в том случае, если вы дебютируете как айдол и пересечётесь с ними на каком-то шоу. В остальных случаях обычно нет. Следующим моментом идёт контроль веса. Это тот момент, который, может, вам не нравится, но всё же есть определённая планка, которой необходимо следовать, потому что каждую неделю проверяется ваш вес, и если он вдруг отличается в неправильную сторону, то есть он оказывается больше, чем нужно, то вы понижаетесь в рейтинге. И это заметно отдаляет вас от вашего возможного дебюта. Далее момент, непосредственно связанный с возможным дебютом. Это то, что всевозможные манипуляции, вроде выравнивания зубов за счёт компании, исправления зрения за счёт компании, прочие какие-то манипуляции, исправления носов, подбородков и всего прочего за счёт компании, возможно только в одном случае, если вы оказываетесь в дебютной группе. Нет, 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 они даже не будут задумываться о том, чтобы вам с этим помочь. Так что это ещё один повод подумать об этом самостоятельно, а не ждать, когда это сделают в компании. Следующим пунктиком можно сказать то, что стажёры занимаются не только танцами и пением. Они также проходят, так скажем, половое воспитание, так называемое. Это вещи, которых многим не хватает, многим вне стажёрской жизни. Я думаю, вы сейчас понимаете, о чём я. Также они изучают различные языки, их обучают, как себя правильно подавать. Ну и также стоит понимать, что занятия у обычных стажёров и у преддебютных стажёров обычно отличаются, потому что преддебютных стажёров обучают гораздо большему количеству навыков, которые им точно пригодятся. Ну, например, их учат правильно давать интервью и правильно вести себя на интервью и другим полезным навыкам, которые обязательны для будущего айдола. Ещё один интересный момент — это то, что если вдруг один стажёр встречается с другим стажёром, то очень низка вероятность того, что, дойдя до дебюта, эти люди продолжат встречаться. И то, что эти люди вообще смогут продолжать встречаться, будучи стажёрами, потому что либо компания сделает так, что они расстанутся, либо у них просто не будет хватать времени друг на друга, потому что они будут постоянно заняты, и им будет уж точно не до отношений. А те стажёры, которые умудрялись всё-таки иметь отношения, обычно заканчивали их перед собственным дебютом, потому что когда на кону стоит выбор между отношениями и дебютом, обычно выбирают дебют. Далее в моменте, который затрагивает и прослушивание. Это то, что если какая-то компания проводит женское прослушивание, значит, в этом прослушивании могут участвовать только девушки, и парни не могут принимать в нём участие. Если компания говорит, что они устраивают мужское прослушивание, то это значит, что в этом прослушивании могут принимать участие только парни. Никаким другим образом вы не сможете поменяться, даже если вы притворитесь парнем, вы не сможете участвовать в мужском прослушивании Так что, когда пикхит говорит, что они принимают только парней, это значит, что они принимают только парней, на девушек они даже не смотрят Вот хоть сколько вы можете отправлять свои заявки, смотреть они на вас не будут Так что, если где-то вы видите, что проводится прослушивание для какого-то определенного пола, то это значит, что все так и никак иначе Если вы человек противоположного пола относительно заданному компанией, то дорога ваша к ним закрыта Потому что, опять же, они на вас даже не посмотрят Следующий момент это то, что самое сложное в жизни трение это дебютная оценка Вот люди, которые уже максимально измотаны, которые устали от всего, которые вообще не понимают, когда все это произойдет И их вдруг начинают оценивать, проверять их навыки, и то готовы ли они реально И вот она, они находятся буквально в шаге от своего дебюта И, собственно, они либо дебютируют, либо они провалятся и будут всеми забыты Следующий момент связан с тем, как обычно представляются предебютные группы То есть, например, компания говорит, что в скором времени они хотят дебютировать какую-то определенную группу И эта группа начинает выпускать некий определенный контент И тут могут быть два варианта Либо во время всевозможных предебютных оцениваний и всего прочего Эти люди танцевали какие-то каверы, пели какие-то каверы В общем, исполняли чужую музыку, чужие танцы и все-все-все прочее И таким образом они показывали свои навыки Либо же, если эта компания крупная, то они могли предоставлять им персональные песни То есть, они как бы заранее их готовили И, соответственно, после дебюта те самые ребята, которые все это исполняли, могут исполнить это И это может войти, например, в их первый альбом или стать их первым синглом Но, опять же, такое могут позволить себе только крупные компании Компании более мелкие обычно занимаются тем, что в предебютные времена выпускают различные каверы Чтобы, собственно, будущие фанаты могли приблизительно оценить то, с какими навыками будет дебютировать новая группа И финальный моментик связан с тем, кто же больше в ходу Красивые или очень талантливые? Что касается девушек, то предпочитают красивых и талантливых Возможность того, что возьмут талантливую девушку, но не очень красивую, близится к отметке процентов 30 Что же касается парней, то это то, что у парней практически 50% шанс есть Что если они очень талантливые, но имеют такую средненькую внешность, как бы проходную То они все равно могут спокойно попасть в компанию и дебютировать Но некоторые выделяются, создавая вот прям эталонные такие айдол-группы, где все участники очень красивые Парню очень талантливому со средней внешностью попасть в компанию гораздо легче, чем девушке со средней внешностью и высокими навыками Вот тут вы можете заметить небольшую или большую несправедливость Это то, что парнем относится чуточку снисходительнее Ну и видимо талантливых парней гораздо больше, чем очень талантливых девушек Ну а что вы обо всем этом думаете, конечно же, пишите в комментариях Мне будет очень интересно узнать ваше мнение Но я вас всех очень сильно люблю До новых встреч, до новых встреч Всем привет, всем привет Ньон!